Дорогие садоводы, мы приветствуем вас на нашем сайте Садовый мир. И сегодня у нас замечательная экскурсия в село Новое Борцово, которое находится в Нижегородской области. Мы сегодня сюда приехали на фестиваль сирени. Он здесь проходит во второй раз. И вот такие замечательные сортовые сирени начал здесь собирать горелов Александр Николаевич. Мы уже сделали видеоролик с его участием, где он рассказывал о прививках. Посмотрите, пожалуйста, этот ролик. А вот сейчас мы гуляем по окрестности Нового Борцово и рассматриваем замечательные кустики. У каждой здесь есть бирка, то есть можно все прочитать, какой это сорт сирени. Вот здесь, например, мы сейчас стоим около сорта Алиса Хардинг. Очень красивый сорт. Белый, махровый, крупные шапки цветов. Вот здесь уже начал он немножечко отцветать, потому что очень сильная жара. По наблюдениям, которые Александр Николаевич ведет за последние несколько лет, он отмечает, что такое вот массовое цветение сирени 24-25 мая происходит. И она находится в самой своей наилучшей форме. Вот у нас сегодня 25 мая, но жара больше 30 градусов. И понятно, что все они распустились разом. И некоторые даже уже какие-то нотки у них такие увядания. Но тем не менее запах здесь стоит, вот необыкновенный. И давайте еще посмотрим другие сорта, которые здесь есть. Они все достойны внимания. Я не знаю, как будет видно ли на камеру различия в оттенках, но глазом они, несомненно, конечно, ощущаются. Одни более розовые, другие более сиреневые, третий фиолетовый оттенок. Но еще, конечно, вы обращайте внимание на размер соцветия и на форму вот этих вот самих цветочков. Вот какие-то более округлые, какие-то более вытянутые. Лепестки у некоторых с завитушками. Вот те самые бирки сортов, о которых я вам говорила. Вот это сорт Мирабо называется. Вот здесь сорт очень мне понравился. Необыкновенно нежный, розовый, бело-розовый. Называется он Татьяна. Его еще, наверное, нельзя назвать сортом, потому что это вывел сам Александр Николаевич Горелов. И понятно, что зарегистрировать как сорт достаточно проблематичное дело. Собирать нужно массу документов. Вот по таким он условным названием пока существует. Вот здесь вот, посмотрите, очень красивый сорт, знаменитый. Вот это сорт Кончаловский. У него махровый цветок, необыкновенные переходы оттенков. От сиренево-голубых, таким пурпурно-фиолетовым. Особенно это заметно, когда он в полуроспуске, этот сорт. Ну а вот сейчас уже, конечно, он совсем-совсем распустился. Так, вот здесь еще один у нас сорт. Это сорт Везувий. И у него сиреневая характерная окраска. У него простой цветок. Но вот количество лепесточков, здесь вот если посчитать, в этом раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вообще доходит до 13 цветков. Во второй венчик эти лепесточки выходят. Вот такой замечательный сорт Везувий с сиреневым оттенком. Дальше еще, если посмотреть и походить здесь по этим закоулочкам этого небольшого поселка, то можно найти еще много интересных сортов. В частности, есть сорт Алексей Моресьев. И там у него закрученные лепесточки наподобие пропеллера. Тоже очень известный сорт. Это все собирает Александр Николаевич, свою коллекцию. Вообще у него сорта всех известных наших селекционеров. И Вехова, и Колесникова. И есть лимуановские сорта. В общей сложности у него около 100 сортов. Ну вот тоже очень красивый сорт. Тоже простые цветки, но очень крупные кисти. Вот мы в другом месте еще видели это растение. Оно уже повзрослее. И там эти кисти, ну буквально с человеческую голову, а не размером. Так, сейчас мы прочитаем, что это за сорт. Пепл Глори. Вот импортный сорт, видимо. Вот такой вот очень крупный цветок у него крупный. Ну и шмелики тут, смотрите, тут как тот. Они, конечно, не пропустят такого ароматного запаха. И каждый цветочек обследует. Ну вот еще, пожалуйста, мы дошли до очередных кустов, где сразу несколько прививок сделано. И вот это в данном случае красавец Москвы. Вот здесь вот в тенечке мы там не дотягиваемся. И там характерные особенности видны этого сорта. Что у него розовые бутоны, а соцветия при полном роспуске практически белые. Махровый сорт, очень красивый, имеет массу наград на всевозможных фестивалях, выставках, сирене. То есть вот и достаточно распространенный сорт. Купить его сейчас не проблема. Вот имейте в виду, такие вот сорта сейчас есть в продаже. И можно их иметь у себя в саду. Вот я хочу сказать, что бытует мнение, что махровые сорта сирени не пахнут. Это совершенно не так. Запах здесь необыкновенный. И от этой сирени тоже очень хорошо пахнет. И запахи, надо сказать, у этих сиренях очень-очень разные. То есть можно не только улюбоваться вот этими разноцветными окрасками, но и дегустировать запахи. То есть вот буквально понюхал один более терпкий, другой сладкий, третий с кислинкой. Очаровательная прогулка у нас сегодня. Так, вот это вот сорт тоже знаменитый. Это Валентина Гряза Дубова. У Колесникова много сортов, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Вот это один из таких сортов. Очень нежная, бледно-сиреневая окраска у него. Тоже характерный цветочек с изгибами лепесточков. Тоже очень-очень ароматный. Ну вот еще, посмотрите, вот такой сорт. У него необыкновенный тоже цветок. Вывернутые в обратную сторону лепестки. Такой он кудрявенький. И тоже, ой, необыкновенный аромат. Даже вот описать его сложно. И название сорта тоже я сейчас попытаюсь прочитать. Тут не всегда бывает видно. Эдвард Гарден. Вот такой вот сорт. Имейте в виду, дорогие садоводы, сейчас у нас представлен более широкий выбор сиреней. И нам Александр Николаевич рассказывал о прививках. И сразу несколько кустов совершенно необязательно иметь у себя в саду. А можно на одном растении прививать и иметь вот такие замечательные сирени. Дорогие садоводы, еще хочется сказать о сортовых сиреней. То, что они отличаются, многие очень сорта, компактностью своей. И посмотрите, вот уже такое небольшое деревце, оно начинает цвести достаточно быстро. Но это еще достигается за счет прививок. Потому что если вы будете выращивать сирень на своих корнях, то вполне возможно, что цветение будет позднее. А вот здесь, посмотрите, уже эти маленькие деревца очень быстро начинают цвести. Здесь прививка была сделана вот где-то на этом уровне. Вот она. Дальше сорт называется Аметист. Вот бирочка здесь висит. То есть Александр Николаевич Горелов, он очень скорпулезно здесь все сорта подписывает. Вот посмотрите, это вот сиреневый такой сорт нежный. А здесь белый Алиса Хардинг. Вот такие пышные шапки. И тоже посмотрите, совершенно небольшое деревце. Здесь был подвой уже значительно толще. И я вот вижу, что привито было сразу три черенка. И они здесь начали разветвляться. Вот посмотрите, здесь прививочка хорошо заросла. Характерное такое утолщение присутствует. Если вы будете покупать сортовые сирени, то, конечно, обращайте внимание на это место прививки. Вот так, уважаемые садоводы, имейте в виду, что можно приехать в село Новый Борцово где-то в конце мая и полюбоваться на эти удивительные сирени. Спасибо. 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 Спасибо.